Вот, на Симаковском пруду сегодня 21 июля. И тут, подсказать, плывет где-то уточка, а за ней коршун охотится. Она довольно быстро, под ветки спряталась, а больше некуда прятаться, вот она ползет. Волна идет. Мы решили тут для отлива, если воды будет много весной. Ну, и Володя сегодня хлеб пищет, Марину он отправил куда-то, наверное, на огород. А туда пошли Кузьмин Николай Георгиевич, Сыгановым Сергеем. О, мышь, как нанесет на себя. Виталий Викторович Калиников, Жерчь и Столбик. Мои машины сегодня не пользуются, да никто на мою не даст. Туда можно, на ту сторону перекинуть и все. Это нам как раз будет Жерчь. Вот здесь прямо, положи ее. Вот сейчас мы начали копать. Вот, показать надо. Сначала покажу, который на велосипеде я привез инструмент. Это что у нас? Ножовка, пассатижи, щипцы, топорик, особый молоток, гвозди. Ну и бутылка. Вот здесь бутылка вода холодная. И вот мы с Виталием здесь делаем канал под слив воды. Если воды будет много, весной попрет она, и там не сможет пропустить. И вот здесь, вот видно со стороны, вымерели, где уровень воды будет. Там еще пониже маленько можно будет опустить. Ну, примерно вот так вот. До сюда будет вода. Вот сейчас копаем, надо по такому уровню вывести. Вот сюда она должна пойти, вода. А дальше тут перекрыты. Нужно копать какую-то траншею и вывести. Это не на один год. Ну, вот так. Вода пойдет здесь, здесь. Там дальше пойдет. Ударится в слив. А здесь Жерчь поставим, чтобы скотина не заходила. Иначе будет лезть и тут обрушить все. Как вал. Видишь как. Как хорошо в деревне. Всегда труд есть. И результат труда видишь. А в городе что ты видишь? Ничего. Тут птица. Вот гляжу, сейчас одна чибис летает. Это пигалка из вали. Подогнал пастух коров своих. Это Стефан Стен. Стерба зовут. Это он там должен быть. Я его не вижу, но может быть, видно будет потом. Я не очень тут вижу. Вот. Юный человек пасет коров. Тут двое только остались держат. Тридцать четыре, кажется, он сказал, головы. А барабаш один держал тридцать шесть. И все-все держали коров. А сейчас не держат. Купил молоко, да и все. Вот так, маленько отсюда, видать, деревню. Это вот две крыши. Это скворечник и Володин дом. А дальше уже видно, красненький. Это Алешин дом. Устина. Вот здесь видно костер гей лагерный был. Строительство. Вот. Огорожено. А здесь у нас колодец был, из которого всегда мы воду носили в лагере. А сейчас воду-то подняли, больше метра еще. И она скрыла. Колодец там в Одессе. Макушка-то еще, видать, он высоко с рук был. И сверху железная крышка с бортами. Когда нападала санэпидемстанция, у нас было подозрение, что могут просто отравить нас. Я все равно высчитал, только говорят. Или отравят, говорит, или убьют на кого-то. Так тогда было, нас преследовали. 15 комиссий краевые было за неполные два месяца. Задача уничтожить лагерь. И бог не дал насмеяться. Вот сейчас мы видим, как идет. А там, на том конце, награда идет. И там уже вот это вал. Тоже для слива воды сделаем. Ну, короче, работа так, все не расскажешь. Даже заболел сегодня идти. 104 метра я ушел. Куда-то взял с собой лопатку сходить. А в городе куда ты пойдешь? Никуда. А тут нужды нет. Даже такое рассказываем. Библия про это говорит. Когда идешь куда-то садить, говорит, возьми с собой лопатку. А это вот трактор брал как. Глину вез сюда. Все. Слава Христу. Я не думал, два дня отдыхал. У меня сильно таскал сваи. И операции были. Три грыжи позвоночные. От устья до исхода все изрезано. И два дня отдыхал далеко туда, уже 4 километра. Марина, Максим и Шарик. И сейчас вот здесь мой велосипед. Покажу, как в деревне жить здорово. Вот он по сушу ходит. Благослови его, Господи. Хорошие ребята. Сейчас мне надо аппарат спрятать в целлофан. Потому что облака. Там вроде может быть дождик придет. Что случайно не замощусь.